Добрый день, дорогие друзья! Прошло у нас это тяжелое время, 17 Томуза по 9 Ава. Мы изучаем новую недельную главу, называется она «Вайтханан» и «Молился», как наши мудрецы переводят. Наши мудрецы говорят, что Маше произнес 515 молитв Всевышнему и просит его дать ему посмотреть в страну, чтобы он перевел его через Иордан. Он же знает, что Всевышний всегда нажалеет, всегда он то, что назначает наказание, он их отменяет или выполняет немножко. То есть он понимает это и просит Всевышнего дать ему посмотреть в страну. И он говорит, я хочу увидеть эти прекрасные горы, этот Ливан. Ливан нашему мудрецы говорят в данном случае, имеется ввиду храм. И ничего в ней не выходит. Всевышний стоит над Своем. То есть показывает медра, что вот отец царь сказал сыну, чтобы он больше не входил в его покои. И вот сын его идет, слуги его пропускают во дворец. О, сейчас отец меня просил, уже все, опять я могу заходить в покои. Зашел, зашел, дошел до двери, где находится отец. И отец говорит, нет, я уже сказал, что ты не войдешь, значит ты сюда не войдешь. И Машен начинает разбирать, что же это такое. Ну он говорит, ну я же фактически старался. Он говорит это перед Всевышним. Но говорит, нам говорит, что из-за вас на меня разневался Бог. Он сказал, ты не войдешь в страну. Очевидно, что мы его довели, что он вынужден был это сказать. Вот просто так. Вот мы своим поведением, как мы свели всю пустыню. И Всевышний, наверное, бы не запретил Машем ходить в землю. Но мы уже ставили мудрецами, мы уже 39 лет учили Тору. Уже фактически мудрецы Торы, и уже из первых пуст учили. Уже мы все, уже, казалось бы, полностью поменялись. И тут нет воды, и мы требуем воду. Это после смерти Мирьям колодец, Мирьям исчез. Маше говорит Всесильному. Всесильный говорит, возьми посох, подойди к скале и скажи, что дало воду. Маше подошел к скале и говорит нам, слушайте, строптивые, не из этой ли горы извлечь нам для вас воду. Стукнул по скале, еле-еле вода засочилась. Второй раз бьет по скале, Всевышний пожалел, вода пошла. И пило общество, и скот. В общем, Всевышний сказал, за то, что вы не осветили имя мое, за то, что вы не верны были мне при водах распри, в Кадеше, в пустыне Син, Цин, то вы не войдете в страну. И вот мы знаем, что первого числа месяца Ам, вот этого месяца, в котором мы находимся, умирает Агарон. Уходит легкой смертью, без страданий, божественным поцелуем. И теперь, уже последний месяц, осталось в Маше недолго жить, и Маше должен уйти. Он говорит, я согласен зайти, я не хочу руководителям народа зайти, я хочу просто зайти, даже насекомым. Всевышний, ну как ты будешь смотреть людям в глаза? Вот твое поколение, их уже нет, а новое поколение молодое. И он его убедил. Маше хочет нам просто перед смертью повторить всю Тору. И он это нам все говорит, чтобы мы знали, как себя вести. И написано, что не убавляйте к тому, что я вам дал. И не прибавляйте к тому, что я вам дал. То есть вот 613 заповедей, вот у вас вся Тора, и так и живите. То есть, как, как, мы там не понимаем, что нет. Написано, что будут судьи, которые будут в ваши дни. И они, изучая Тору, будут знать. Равины, судьи, училя, они будут знать, как пользоваться законами Торы. Допустим, если сегодня у нас есть электроника, электричество, и как пользоваться этими предметами на сегодняшний день, мы все тоже узнаем также у наших равинов. Они, допустим, вопросы электричества узнают у самых лучших ученых, как это работает, как устроено, как пользоваться этим, можно ли пользоваться этим в празднике или в субботу, самый большой праздник. В общем, как с этим всем делать. И где? Равины знают, как послаблять, как устрожать. То есть, есть 248 повелений. 248 повелений, это заповеди, которые называются «Делай». А вот есть 365 запретов, заповеди, которые говорят «Не делай». Вместе это 613 заповедей. И вот они знают, что можно послаблять. Есть много вариантов послабить заповедь для людей, которые еще слабые. И где-то кому-то устрожить, человеку, который действительно уже понимает, что это такое. И вот, но выйти за это, искать вообще, поставить, убрать какую-то заповедь, никто не может. И добавить что-то, чего в Торе нет, никто не может. Украсить заповедь, это разрешено. Допустим, красивая песня какая-то там, это разрешено. Или какой-то обычай красивый. Но, все это должно быть в рамках Торы. Бывают, конечно, и обратные варианты. Пишет Раби Машебен Маймон, что бывают люди, которые он четко в рамках Торы, но он злодей. Он может так это все объяснить, что ничего хорошего с этого не будет. Хотя, по Торе ему, казалось бы, не придерешься. То есть, надо понимать, надо понимать, что Всевышний хочет от нас, чтобы мы не пытались что-то обхитрить, что-то с помощью знаний Торы. Что Он хочет, чтобы мы прямая, чистая вера, чтобы у нас была, чтобы мы выполняли так, как Он хочет. А не пытаться уклониться и с помощью каких-то ухищлений вырулить ситуацию в свою сторону. Вот так. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков Бен Нахум, Владимир Бен Григорий, Павел Бен Ефим, Хай Малко Бат Йосиф, Мира Бат Аврагам, Роза Бат Михаэль, Самуил Бен Герш, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, За здоровье Светлана Бат Клара, Шумон Бен Эцхан, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Перв Бат Сони Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат Мирия, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двоера, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Мэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Леор Бен Клара, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Мазл Пароцас Гула, Ирина Батури, Арон Ария Бенури, За Рошину, Харон Ария Бен Двоера, Денис Бен Ахум, Авигаль Бат Сара, За Проноса и Бриют, Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Мариина, Всего хорошего, Олега Умарченко, Передавайте это видео своим друзьям, делитесь этим видео, Всем Браха Проноса Кавана, Мазл Тол, что мы это время не грешили, читали Тору, И надеюсь, наш следующий урок состоится завтра, блин Эдер, 15.30, до встречи, дорогие.